Сегодня 21 марта день солнечных людей. В этот день взрослые дети по всему миру призывают других быть чуточку добрее к тем, кто в этом очень нуждается. Один на 700. Практически каждый 700-й ребенок в мире рождается с лишней 21-й хромосомой. Ужасающая статистика. 85% детей с синдромом Дауна мамы оставляют в роддоме. Но наш сюжет сегодня не о них, а о тех сильных родителях, которые полюбили своих детей такими, какие они есть. И делают все для того, чтобы их дети имели такие же возможности, как и все. Настя – второй ребенок в семье Щеглевых. Солнечной девочке два года. Такая ласковая, такая замечательная. У нас вот синдром Дауна, он как-то само собой отклонилась сразу на второй план, потому что борьба и шла за жизнь. И уже под конец думали, это хоть синдром Дауна, хоть чего. Но главное, ты живи, Настенька. Говорят, что мужья не выдерживают, мужья уходят, когда в семье появляется больной ребенок. Но у нас вот наоборот, даже семья стала крепче. У нас папа сразу сказал, это наш ребенок, мы его никому не отдадим. Ее признали палеотивной, вот в палеотивном отделении. Там замечательные врачи, они не только врачи, как друзья. Неважно, да, вот сколько проживет человек, а насколько качественно проживет. Поэтому мы как бы не ограничиваем Настеньку и вообще. Если иногда мы позволяем себе выйти в гости. Им приходится нелегко в нашем мире. Но родители считают, что эти дети присланы с напоминанием быть терпимее и добрее. Они могут учиться, заниматься спортом, осваивать профессии и науки. Конечно, им нужны помощь и поддержка родителей. А родителям, в свою очередь, помощь и поддержка со стороны общества и государства. Ведь от появления особенного ребенка не застрахован никто. Татьяна Ильина, тоже мама солнечного мальчика Илюши. Первоначально это были психологические, конечно, проблемы. Нужно было преодолеть. А в целом, в плане адаптации этого ребенка в социуме, его социализация. Потому что общество не всегда принимает и не готово принять таких детей. Дети особенные, они отличаются от других. Мы ходим в детский садик, обычный логопедический детский садик. У нас инклюзивная группа, он один-единственный с такими особенностями. Группа его, конечно, принимает, но мы понимаем, что специалистов как таковых нет. Один философ, педагог австрийский Рудольф Штайнер, основоположник антропософии, сказал удивительные слова, что эти дети приходят на Землю не просто так. Они приходят как напоминание нам о том, чего не хватает нам в обществе. Не хватает любви, ласки, нежности и понимания. В 29-й Чебоксарской школе сегодня собралось много солнечных детей. Они пришли с родителями, братьями, сестрами. Пришли все, кто хочет поддержать словом и помочь делам. Сегодня Международный день человека с синдромом Дауна 21 марта. Весь мир присоединился к акции с разными носками. Чебоксары в том числе. Это не просто разные носочки. Это ваш голос за то, что все люди разные, но все мы вместе. Это ваш голос за то, чтобы люди с ограниченными возможностями могли чувствовать себя в нашем обществе такими же, как мы. В школе прошел не только инклюзивный концерт. В фойе была организована фотовыставка «Мы все разные, мы все равные». На фото солнечные дети с известными людьми республики. В этой школе всегда открыты двери для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году первый класс вместе с другими детьми заканчивают два ребенка с синдромом Дауна. Педагог 29-й школы Наталья Надеждина и сама воспитывает приемного солнечного ребенка. С помощью администрации МБОС СОЖ номер 29 мы сейчас стараемся к 1 сентября открыть на базе школы специализированный класс для восьми детей с синдромом Дауна. Пока у нас планы на начальную школу только. С педагогом начальной школы, которая в этом году выпускает четвертый класс, мы ездили в благотворительный фонд «Даунсайдап» в Москве на стажировку. Эти же родители организовали сообщество «Сила добра». При должном уходе и реабилитационных программах солнечные дети развиваются и достигают успехов во многих сферах жизни. В городе есть практика создания ресурсных классов для детей с ОВЗ. Да, может быть синдром Дауна – это первый будет опыт. Эта технология, так скажем, образовательная работает. Ну и надеемся, что в 29-й школе это тоже заработает. Я знаю, что там очень активное родительское сообщество. Они, собственно говоря, явились вот этим локомотивом. Здесь мы только можем сказать им огромное спасибо и, конечно, помочь. Какая нужна будет именно методическая составляющая, методическая помощь с коррекционной нашей школой номер один. Вопрос уже тоже обсуждался. Они готовы всесторонне помочь. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.